Приветствуем вас на нашем канале. Здесь вы найдёте самые полезные и интересные книги бесплатно. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. А ещё каждую неделю мы дарим нашим подписчикам ценные подарки. Подробности смотрите в описании к ролику. Приятного прослушивания. Введение. Любовь. Наверное, нет более таинственного и притягательного чувства в нашем мире. К любви стремятся все, от мала до велика. Но не у всех получается обрести и сохранить это прекрасное чувство. Более того, многие из нас с трудом вступают в новые отношения, не умеют знакомиться с понравившимися людьми и боятся погрузиться в состояние влюблённости. Что же делать? Научиться простейшим техникам НЛП. Нейролингвистическое программирование появилось сравнительно недавно, но успело зарекомендовать себя в качестве действенной методики. Более того, к помощи НЛП прибегают спецслужбы всего мира, а это говорит о серьёзности данной разработки. Нейролингвистическое программирование поможет вам изменить себя и окружающую реальность, повысить качество жизни и добиться поставленных целей. Ознакомившись с нашей книгой, вы научитесь соблазнять и привлекать к себе личностей интересующего вас пола, создавать гармоничные отношения и чувствовать себя счастливыми. Попробуйте. Счастливая любовь – это несложно. Глава 1. НЛП и любовь. Возможно ли? Каким же образом нейролингвистическое программирование связано со столь возвышенным чувством, как любовь? Самым прямым. Любая эмоция возникает в процессе общения. НЛП же и отвечает за этот процесс. Причем программируем мы не только словами, но и жестами и интонациями. Следовательно, освоив НЛП, вы научитесь лучше разбираться в себе и людях, привлекать партнеров во всех сферах своей жизни. Что нам нужно от жизни? Прежде чем искать любовь или романтическое приключение, давайте разберемся с нашими желаниями. Ведь нередко бывает так, человек заявляет, что мечтает о семье и детях, на самом же деле ему нужны интересные знакомства и свидания. В результате его личная жизнь не складывается из-за конфликта между заявленной и реальной целями поиска романтических отношений. Или другая стандартная ситуация. Мы отталкиваем от себя отношения с симпатичными нам людьми не потому, что не готовы к ним, просто боимся повторения прежних ошибок. На самом деле, психологи давным-давно выяснили, чего хочет большинство из нас. Основополагающие жизненные стремления называются потребностями. Среди них выделяются основные потребности человека. Физиологические потребности стоят на первом месте. Это сон, пища, здоровье, занятие любовью. Следующая ступень – безопасность. Мы все хотим быть уверены в будущем. Далее, потребность в уважении и признании. Если все вышеперечисленные потребности удовлетворены, нам нужны единомышленники. Человек, существо социальное и, не принадлежа к какому-либо обществу, не чувствует себя счастливым. И, наконец, высшая жизненная цель – потребность в самореализации. А теперь давайте более внимательно пройдемся по всем этим потребностям. Подумайте, насколько вы удовлетворены тем или иным пунктом. Расставьте оценки от 1 – неудовлетворенность – до 10 баллов – полная удовлетворенность. Если ваши потребности не удовлетворены, вряд ли вы сможете почувствовать себя счастливыми. А значит, следующая наша задача – подумать, как мы можем изменить эту ситуацию. Например, у вас нет единомышленников. Вы мечтаете о том, что найдете свою половинку среди представителей интересующего вас пола и тем самым эту потребность удовлетворите. Но подобные отношения легко могут перерасти в зависимость. Человек, привязанный к кому бы то ни было, уже не будет свободен, самодостаточен и, как следствие, счастлив. Начните с обретения самих себя. Психологи давно утверждают, мы притягиваем к себе тех, с кем есть сходство. То есть, вырастив в себе взрослого, самодостаточного и счастливого человека, мы найдем такую же привлекательную личность себе в пару. Зачем нам углубляться в подобные вопросы? Дело в том, что НЛП помогает изменить жизнь к лучшему. Но начать мы должны с себя. Измените себя, и мир вокруг отразит вас, как зеркало, станет значительно более привлекательным. Любим, не любим. В моей жизни не хватает любви. Наверное, эту фразу можно назвать девизом современного общества. Мы смотрим сериалы и фильмы, читаем книги, играем в игры на телефонах и прочих гаджетах. И для того, чтобы обратить внимание на себе подобных, остается все меньше времени. В какой-то момент, оказавшись в социальном вакууме, мы понимаем, чего-то основополагающего не хватает. Что же делать? Прежде всего, поймите, чтобы найти взаимную любовь, нужно полюбить себя самого. Если вы не слишком хорошо к себе относитесь, не прислушиваетесь к своим желаниям и не удовлетворяете наиболее яркие потребности, то вы вряд ли сможете вступить в гармоничные отношения. Причем речь идет не только о большой и серьезной любви на всю жизнь, но и о сколько-нибудь успешном флирте. Вряд ли вы научитесь соблазнять кого бы то ни было, если не любите и не цените себя. Почему? Вспомните, согласно теории НЛП, мир вокруг нас – наше отражение. Если любви нет в вас, откуда ей взяться рядом? Но все не так страшно, как кажется. Научиться любить себя не слишком сложно, и скоро мы вам об этом расскажем. Полюби себя, и тебя полюбят другие Далеко не всегда можно с легкостью сказать «да, я себя не люблю». Порой мы погружаемся в иллюзии настолько глубоко, что не способны взглянуть со стороны на свою жизнь. Возможно, сейчас вы уверены, вы любите себя, не испытываете проблем с самооценкой и эмоциональных трудностей. Только вот личная жизнь не складывается. Женщины в такой ситуации нередко наносят визиты всевозможным гадалкам и снимают венцы безбрачия. Мужчины поступают проще, делятся несчастьями с друзьями или перебирают девушек в поисках той единственной. Но ведь стоит вам искренне полюбить себя, и все изменится. А значит, будем разбираться, насколько сильна и глубока ваша любовь к себе. Прежде всего, честно ответьте на несколько простейших вопросов. Ругаете ли вы себя за ошибки? Склонны ли вы осуждать окружающих, критиковать их? Чувствуете ли себя виноватыми? Отмечали ли вы периодически появляющиеся прыщики на лице? Да-да, последний вопрос очень важен. Ведь специалистам по НЛП давно известно, наше тело отражает все наши мысли, а кожа в этом плане особенно чувствительна. Вспомните. От страха появляется неприятное тянущее ощущение в области солнечного сплетения, холодеет или потеет ладони. От грусти сжимается горло, от злости учащается пульс и краснеет лицо. Соответственно, проблемы с кожей лица возникают, если вы не способны принять себя целиком и предпочитаете скрываться за маской. Возможно, вы слишком зависите от мнения окружающих. Теперь вернемся к результатам. Если вы согласились лишь с одним утверждением, вы способны стремиться к самосовершенствованию и при этом вполне гармонично себя чувствуете. Цените себя и окружающих. Большее количество «да» говорит о слишком высоком уровне самокритичности и недостаточной любви к себе. И с этим нужно работать. Помните, все удачи и неудачи создаем мы сами. Как же понять, что именно нас в себе не устраивает? Здесь также на помощь приходит НЛП. Оказывается, окружающие нас люди и ситуации в полном смысле слова – наше зеркало. Обратите внимание, кто из окружающих вас раздражает и по каким причинам? Кого вы считаете врагами? Почему? Какие ситуации вызывают наибольший внутренний диссонанс? Вы пишите на отдельный листок все отрицательные черты. А теперь задумайтесь, насколько они свойственны вам. Но не расстраивайтесь. Недаром говорят, что наши недостатки – всего лишь продолжение наших достоинств. Решительность может перейти в агрессивность, открытость, в навязчивость и так далее. По этому принципу вы видите из списка недостатков достоинства. Видите, у вас получился вполне определенный перечень черт характера. Это то, что вы не принимаете в себе. Возможно, вы не позволяете развиться скрытым достоинством. Важнейшее правило НЛП заключается в принятии многовариантного мира. Мы все обладаем своей собственной, уникальной картиной мироздания, и она может разительно отличаться от так называемой объективной реальности окружающих. Научитесь принимать мир в его полноте и яркости, и сможете быть счастливыми, в том числе в личных взаимоотношениях. А теперь наступило время самого важного этапа – науки любви к себе. Упростите себе жизнь. Ведь как действует большинство людей? Мы рассуждаем. Вот я похудею или накачаю мышцы, найду хорошую работу или сделаю новую прическу, выйду замуж и тогда-то полюблю себя. А НЛП предлагает путь наоборот. Начнем с безусловной любви к себе, все остальное придет само. Итак, прежде чем приниматься за самокритику, задавайте себе вопросы. А вдруг именно этот недостаток и делает меня уникальной личностью? Может быть, именно он позволит мне реализоваться и прийти к успеху? Природа мудра. Она наделяет нас всеми данными, необходимыми для полноценной и счастливой жизни. Мы можем достичь практически любой цели. Появилась идея, значит у вас уже есть все для ее реализации. Просто вы пока об этом не знаете. Ведь запасы талантов скрываются глубоко в подсознании, а с ним большинство из нас работать не умеет. Напоминаем вам, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые книги. Глава вторая. Любовь и суррогаты. Любовь существует. И с этим сложно поспорить. Идея счастливой или, напротив, трагичной любви посвящает свои произведения писателей и поэта. Об этом прекрасном чувстве рисуют картины и снимают фильмы. Только помимо светлой эмоции, существуют обманки, которые могут привести к саморазрушению. Что в них страшного? Как опознать такие подделки под любовь? Можно ли суррогаты использовать себе на пользу? Об этом мы и расскажем далее. Что такое любовь? Американский психолог Рэй Шорт в своей книге «Секс, любовь или управление?» Как это определить?» Предложил замечательную схему исследования любви. Ею мы и можем пользоваться в повседневной жизни. Итак, столкнувшись с яркой эмоцией, задайте себе несколько вопросов. Что вас интересует в партнере? Если это лишь внешность, физические качества, то мы имеем дело с увлечением. Если же объектом интереса выступает личность в целом, то с большим процентом вероятности это любовь. Сколько качеств вас привлекает в человеке? Увлечение – сильно действующие немногие качества. Вы восторгаетесь его или ее улыбкой, фигурой и так далее. Любовь – все или большинство качеств. Как появилось чувство? Увлечение – стремительно, буквально с первого взгляда. Любовь – не слишком быстро, вы сначала узнаете человека. Насколько вы постоянны? Увлечение – вы порой испытываете интерес к объекту чувств, а иногда забываете о нем. Любовь – вы не катаетесь по бурным волнам эмоций, от страсти до равнодушия, скорее в вашей душе постоянно присутствует нежность. Как действует на вас это чувство? Увлечение – погружает вас в мечты, отвлекает от повседневной жизни. Любовь – вы стремитесь стать лучше. Как вы реагируете на окружающих? Увлечение – для вас существует один человек, остальное неважно. Любовь – другие отношения своего значения не утрачивают, хотя любимый и является центром вашего мироздания. Как ваши отношения воспринимают окружающие? Увлечение – возможно, некоторые не воспринимают ваши отношения всерьез, вы же не видите недостатков избранника, порой со стороны виднее. Любовь – скорее всего, ваш выбор одобряет большинство ваших близких. Как вы воспринимаете разлуку? Увлечение – чувство гибнет со временем и на расстоянии. Любовь – выдерживает любые испытания, при расставании вы буквально теряете часть собственной личности. Каковы ощущения после вкусия, после ссоры? Увлечение – ссориться вы можете часто и со временем все более серьезно. Любовь – разногласия постепенно сглаживаются, вы учитесь улаживать конфликты. Как вы видите свои отношения? Увлечение – идет мысленное разделение на «я», «моё» и «он», «она», «его», «её». Любовь – мы, нас. Ваше чувство бескорыстно? Увлечение – вы эгоистичны. Вы рядом с человеком, поскольку, на ваш взгляд, он в чем-то выше других, и вы поднимаетесь в собственных глазах. Любовь – вы рядом с человеком, поскольку вас привлекает именно он, а не его помощь в самоутверждении вашей личности. Какова основа ваших эмоций? Увлечение – вы хотите, чтобы вас сделали счастливыми, чтобы о вас заботились. Любовь – вы стремитесь принести радость партнеру. Впрочем, увлечение, влюбленность – чувство тоже прекрасное. Во-первых, оно толкает на подвиги яркие поступки. Во-вторых, вполне может постепенно перерасти в любовь. Зависимость – за и против. В любых отношениях в той или иной степени присутствует зависимость от партнера. Но в ряде случаев эта зависимость становится чересчур сильна. Как узнать, что в межличностных отношениях появилась зависимость? Возможно ли извлечь из нее пользу? Об этом мы с вами и поговорим. Что же такое любовная зависимость? Это страсть, психологическая зацепка, которую многие принимают за любовь. Психологи же утверждают, что в большинстве случаев такая привязка сродни алкогольной или игровой зависимости. Любовная зависимость может проявляться в различных формах. В одном случае вы теряете ощущение собственной уникальности, стремитесь заменить часть себя партнером. Вы отказываетесь от собственных интересов, социальных связей и считаете, что жизнь вашего возлюбленного более значима. Вы в роли ребенка, партнер – родителя. Следующий вариант отражает обратную картину. Вы стремитесь подавить личность партнера, отвергаете его право на свободный выбор. Такой вид зависимости нередко проявляется в приступах ревности. И, наконец, последний вид – агрессивная форма предыдущего варианта. Вы подсознательно утверждаете партнеру, что он – всего лишь часть вас. Разрушая личность объекта чувств, вы стремитесь заполнить собственную внутреннюю пустоту, расширить влияние своего «я». При зависимости любовь приравнивается к страданию. Причем человек, оказавшийся во власти любовной зависимости, склонен цепляться за чувства, даже если понимает, что губит себя, что отношения не приносят счастья. Даже если умом вы понимаете, что ваши отношения были пустышкой и вы испытывали неудовлетворенность ими, вы все равно стремитесь вернуть прошлое и совершенно не способны справиться с эмоциями. Почему? Потому что не можете контролировать свои эмоции, не научились этому. Выйти из-под власти зависимости не дают всевозможные страхи. Человек боится будущего, одиночества, неопределенности или перемен. Что же делать? Задуматься. Если любовь не приносит вам радости, мешает заниматься собственными делами, от нее, возможно, стоит избавиться. Ведь это зависимость. Вы перестаете быть свободной, самодостаточной личностью, а этого допускать не стоит. Помимо любви, в жизни существует множество целей и задач, одна из которых – самореализация. Но если вы погружены в разрушительные эмоции, то отключаетесь от прочих жизненных задач. Деструктивными чувствами можно насладиться недолгое время. Это поможет научиться лучше понимать себя, осознать, на что вы способны в не вполне адекватном состоянии. Но в целом, от них нужно избавляться. Разрываем цепи. Порой зависимость в отношениях становится поистине патологической. И здесь к вам на помощь приходит НЛП. С помощью нейролингвистического программирования возможно наименее болезненно разорвать цепи таких взаимоотношений. Чаще всего, любовная зависимость возникает у тех, кто ведет неполноценное существование. У вас нет интересных хобби? Вы не занимаетесь творчеством? Не ставите себе серьезных жизненных целей? Высок риск того, что вы заиграетесь в любовь, попытаетесь заполнить внутреннюю пустоту кем-то другим. Вы влюбляетесь и погружаетесь в навязчивые мысли о возлюбленном. Причем сконцентрироваться на чем-либо другом становится практически невозможно. Подобная психологическая зависимость – это болезнь. Она, как, например, грипп, нуждается в лечении. Конечно, и такие нездоровые отношения могут перерасти в истинные чувства. Но осторожно. Если ваши эмоции невзаимно мешают вам, от нее нужно избавиться. Что делать? Осторожно увести себя от разрушительных эмоций. Переключите внимание на что-нибудь увлекательное и отвлеченное. Не пытайтесь бороться с открытым забралом. Борьба лишь насытит вашу привязанность бурными эмоциями. Прежде всего, разрешите себе быть зависимым. Возможно, это один из путей к самосовершенствованию. Успокойтесь, примите все происходящее как данность и ищите яркое, интересное хобби. Не можете справиться с собой? Примите непростое решение – развиваться ради своей любви. Читайте книги по психологии, занимайтесь спортом и танцами. Постепенно изменения в жизни увлекут вас и отцепят от объекта страсти. Неплохой прием – искать недостатки в объекте чувств. Вами пренебрегает? Вас оскорбляют? Раздуйте пламя. Вот еще один замечательный прием НЛП по борьбе с любовной зависимостью. Вообразите себе возлюбленного рядом со смятым листком бумаги или с переполненным мусорным баком. Как вы относитесь к этому листу? Он не нужен, его стоит выбросить. Прочувствуйте эту мысль. А теперь перенесите отношения на объект эмоций. Мысленно отстранитесь от ситуации, посмотрите на отношения со стороны. Вы увидите, скоро ваши чувства ослабеют, а затем и вовсе превратятся в безразличие. Глава третья. Влюбить или влюбиться? Что лучше, погрузиться в яркие эмоции самим или влюбить в себя понравившегося человека? На самом деле, оптимальный вариант – взаимные чувства. Но варианты есть всегда. Возможно, вам очень понравился человек и вы хотите заинтересовать его, привлечь к себе, а может быть устали от эмоционального вакуума и жаждете погрузиться в волны любви. И тот, и другой пути имеют полное право на существование. Правильный выбор – наше все. Прежде чем прыгать в омут любви по собственному желанию, было бы неплохо определиться с объектом чувств. Ведь влюбиться мы можем в кого угодно. Только как же найти того самого или ту самую, партнера на всю жизнь или для легкого и яркого романа? Оказывается, в том, что касается любви, делает выбор наш собственный мозг. Например, американские исследователи выяснили, что за переход от легкой симпатии к дальнейшим отношениям отвечают две зоны коры мозга. Начинается все в так называемой парапоясной коре. Благодаря ей мы испытываем симпатию или отторжение к человеку. Параллельно мы оцениваем личность возможного партнера. Но как же выбрать нужного человека? Научитесь доверять внутреннему чувству. Наш рум, сознательная часть нашего «е», склонен к обману и самообману. Так называемый объективный выбор основан на сложившихся в обществе и в вашем личном мозгу стереотипах другого, кого вы хотите видеть рядом. Но процесс интеллектуального выбора обычно не затрагивает подсознание, а именно от него зависит наша способность к эмоциональной реакции. Соответственно, мы получаем ситуацию, вроде и человек хороший, а чего-то не хватает. Ориентируйтесь на чувства. Особенно важны ощущения, привлекающие нас к одним людям и отталкивающие от прочих. Прежде всего, это безопасность. Если вам спокойно и легко с человеком, вы можете позволить себе не играть роли, выбор верный. Смущение, дискомфорт, чувство опасности, пересмотрите свой выбор. Имейте в виду, если несколько человек не прошли проверку на безопасность, возможно, у вас внутренние психологические проблемы. Как с ними работать, мы поговорим в дальнейшем. Итак, вы встретили безопасного партнера. Что вы испытываете рядом с ним? Хорошо, если радость и душевный подъем, спокойствие и умиротворенность. Приятные чувства – прекрасный знак. Нравится ли вам запах человека? Комфортны ли физические контакты с ним? Здесь мы задействуем как раз подсознательный канал восприятия. Ритм его речи, движений. Насколько этот человек похож на вас? Удобно ли вам рядом с ним? Если вам рядом с человеком чаще неприятно или никак, скорее всего, стоит поискать другого партнера. Влюблен по собственному желанию. Итак, вы нашли человека, рядом с которым вам хорошо и комфортно. Только вот хочется испытать яркое чувство влюбленности, этакого драйва, а его и в помине нет. Можно, конечно, поискать кого-то еще, а можно и задействовать НЛП. С помощью нейролингвистического программирования вы способны изменять не только мир, но и самих себя. Найдите в своем графике 20 минут свободного времени. Устройтесь поудобнее, можете включить негромкую расслабляющую музыку. Вспомните, как вы обычно влюбляетесь. Ощущения, реакции, эмоции, телесные образы. Углубите это состояние, пусть оно станет максимально сильным. Теперь представьте человека, в которого хотите влюбиться. Причем вытащите из этого образа мешающие вам недостатки. Пусть они обретут форму, червяка, клякса или таракана, например. Вы стоите рядом, партнер, вы и его или ее недостатки. Посмотрите на это трио со стороны. Мысленно отдалитесь до такой степени, чтобы недостатки исчезли. Теперь также вытащите достоинства и придумайте им яркий, привлекательный образ. Увеличьте эту картинку мысленно. Погрузитесь в это состояние на несколько минут. Проделывайте это упражнение хотя бы раз в неделю, и вы ощутите, как в вашей душе возникает приятнейшее чувство влюбленности. Будем самыми обаятельными. Влюбиться самим – это замечательно. Но большинству из нас значительно интереснее привлечь тот или иной объект к себе. Что уж поделаешь, практически все люди в чем-то эгоисты и стремятся к удовлетворению собственных капризов и прихотей. Нейролингвистическое программирование поможет вам соблазнить кого угодно. В НЛП для этих целей мы задействуем тембр голоса, слова, обстановку контакта. Итак, как же очень легко и просто зацепить любого? Продумайте комфортную обстановку места встречи. Постарайтесь учесть вкусы объекта. Вам будет проще, если вы поймете, каков тип восприятия у вашего партнера. Визуалу будут приятные яркие и привлекательные детали интерьера. Аудиалу включите нейтральную музыку. Кинестетика окружите мягкими вещами и ненавязчивыми приятными ароматами. В процессе разговора попробуйте воспроизвести три любопытных хода. Первый. Говорите о своих промахах. Убеждайте его в своей вине в чем бы то ни было. Второй. Превратите свои достоинства в недостатки. Например, вы очень обязательны. Расскажите о том, что часто выполняете работу раньше всех, и вас раздражает, что окружающие не способны до такой степени придерживаться плана. После чего похвалите собеседника за его недостатки, будто это достоинство. Молчаливому можно сказать, вы очень серьезны и вдумчивы. Меня так восхищает это качество. И, наконец, третье. Наблюдайте за собеседником и отзеркаливайте его. Старайтесь повторять его жесты, мимику, позу. Разумеется, проделывать это следует максимально аккуратно, иначе вы просто превратитесь в карикатуру. Осторожно подстроитесь под темп дыхания партнера и ритм его голоса. Как только контакт будет установлен, спросите его о прошлой любви. Пусть расскажет, чем хорошим запомнились отношения, и проецируйте все положительные качества бывшего на себя. Он или она оценили бы, как вы привлекательны сегодня. Если контакт не прерывается, потихоньку начинайте вести собеседника за собой. Смените позу. Партнер последовал за вами? Можете осторожно переходить к легкому физическому контакту. Внимательно отслеживайте реакции. Отстраненность или стеснение собьют вам всю игру. Еще несколько интересных техник могут вам помочь в боях на любовном фронте. В психологии существует правило трех «да». Если ваш собеседник трижды с вами согласился, подсознательно он начинает вам больше доверять. И на следующий вопрос, скорее всего, ответит также согласием. Якорение очень действенно в межличностных отношениях. Начав беседу с партнером, воздействуйте на его подсознание, и он будет воспринимать вас как замечательного человека. Зацепите его приятные воспоминания. Спросите о счастливом событии или удачном происшествии. Слушайте внимательно, и вы свой. Подстройка – основополагающий прием НЛП. Меняйте маски. Вас или вашу симпатию привлекает конкретный деятель медиа или персонаж фильма. Научитесь становиться им. Копируйте отдельные жесты, интонации и прочие ценные качества. Разумеется, действовать в таком русле нужно осторожно, предварительно потренировавшись перед зеркалом. Иначе вместо романтического впечатления вы можете произвести комическое. Глава 4. Замолвим слово о пикапе. Пикап. Что же это такое? В последние годы этот термин ассоциируется с нахальным молодым человеком, клеящим любую барышню совершенно циничным образом. Но пикап все же отличается большим богатством методов и инструментов. На самом деле обучиться способам легкого знакомства с объектами своего романтического интереса очень полезно. Пикап. Как много в этом слове. Итак, пикап символизирует способность человека к стремительному знакомству в романтических или эротических целях. Пикап, по сути, это наука о соблазнении и опирается он на НЛП. Основные принципы пикапа – соблазнить можно любого. Успех приходит с опытом, ошибок не существует, есть только обратная связь. Мужчин-пикаперов считают непостоянными. Согласно сложившимся стереотипам, они хотят много женщин и желательно всех сразу. Тем не менее, приемы пикаперов стоит взять на вооружение. Мечтаете ли вы о цепочке ярких флиртов или о создании серьезных отношений, знакомство по методу пикапа вам не повредит. По сути, пикап – это постоянная работа над собой. Вам предстоит освоить профессии актера, психолога, дипломата. Придется избавиться от комплексов и разрешить внутренние психологические барьеры. Но все это – еще и увлекательная игра. Итак, давайте познакомимся с некоторыми принципами пикапа. Прежде всего, заставляйте партнера вкладываться в ваши отношения. Материально, эмоционально и так далее. Приближайте и отдаляйте человека. Это называется эмоциональной раскачкой. Заставляйте постоянно о вас думать. И вы его или ее зацепите на крючок. Чего хотят женщины? Как в старом анекдоте, женщины хотят любви, шоколадку и миллион долларов. Действительно ли это так? Многие ли мужчины способны удовлетворить подобные запросы барышень? Вряд ли. По большому счету, любая женщина стремится к безопасности, спокойствию и уверенности в завтрашнем дне. Это из категории потребности. Но знакомство и флирт тоже мало кому помешают. Особенно при учете того, что они могут перерасти в постоянные отношения. Но даже не зная точно, чего женщины хотят, мужчины способны добиться главного – вызвать интерес к себе. И процесс этот не слишком сложный. Первое правило успешного пикапа – забудьте о банальностях. Наверное, все девушки мгновенно испытывают резкое отторжение, услышав фразу «Девушка, можно с вами познакомиться?» Забудьте об этих словах. Не стоит также швыряться деньгами, если они у вас есть. Поймайте на крючок алчную особу и останетесь без денег и без женщины. Не пытайтесь воздействовать на барышню глубинными познаниями в аналитической математике или философии. Излишняя эрудиция может напугать. Как же знакомиться? Возьмите на вооружение несколько методов НЛП. В общем и целом, все методы пикапа строятся на формуле «Внимание», «Интерес», «Намерение», «Действие». Вы привлекаете внимание к себе, вызываете интерес, после чего подсознательно девушка уже хочет продолжить знакомство или общение, и вы можете действовать. Помните несколько тонкостей. Откажитесь от шаблонов и стереотипов. Вне зависимости от ситуации думайте о своей победе. Действуйте, и проигрыш приведет к выигрышу. Конкуренты – это не страшно, победит более сильный морально. Не забывайте о юморе. С веселым человеком приятно находиться рядом. Более того, смех расслабляет девушку, готовит ее к полноценному НЛП-контакту. Используйте для знакомства моменты, объединяющие вас в эту минуту. Погода, настроение, ситуация. Задействуйте эмоции девушки. Спросите, как куда-то идти. Барышня знает путь? Попросите вас проводить. Не знает? Сами расскажите, как идти и предложите проводить. Не пытайтесь знакомиться в транспорте, окружающие слишком любопытны. Если не спешите, поезжайте до нужной девушки остановки, а при выходе предложите ей руку. В наших реалиях это выглядит необычно и красиво. Можете подать руку всем дамам, выходящим из троллейбуса. Главная рекомендация – будьте оригинальны. Зацепите девушку, пусть ей станет интересно. Вот еще несколько вполне рабочих моделей знакомства. Подарок. Подарите девушке простой и забавный предмет. Открытку с котом Леопольдом, цветок, под предлогом или просто так. Записка. В переполненном общественном транспорте незаметно подсуньте в карман девушке записку с примитивным текстом. Срочно позвони и номером своего телефона. Дамские капризы. А что же делать представительницам прекрасного пола? Неужели ждать пикаперов? Или наоборот защищаться от чересчур активных и креативных молодых людей? Ничего подобного. Барышням никто не воспрещает познакомиться с понравившимся человеком. Только вот тоже стоит помнить несколько тонкостей. Не отпугните цель. Вам поможет НЛП-подстройка, о которой мы уже говорили. Но помните и о таких факторах, как внешний вид и поведение. Итак, забудьте о своих недостатках. Их не существует. Думайте только о достоинствах. Будьте позитивны. Излучайте положительные эмоции. Это привлекает. Умейте слушать. Это ценный талант. Найдите хобби. Человек с увлечением кажется более ярким и интересным. Не пытайтесь копировать кумиров своих или мужского мира. Но научитесь брать какие-то их яркие и эффектные черты. Манеру говорить, улыбаться. Отрепетируйте все позаимствованные качества перед зеркалом. Они должны выглядеть совершенно естественно. Не рассказывайте все о себе на первом свидании. Лучше расспрашивайте мужчину о нем самом. Людям нравится о себе говорить. И все же, как женщина может познакомиться с понравившимся ей мужчиной? Очень просто. Основная задача создать такую ситуацию, в которой мужчина сам познакомится с вами. Каким образом? Способов масса. И зависят они исключительно от вашей фантазии. Сработать может простейший вопрос. Например, который час? Или как пройти в библиотеку? Мужчины в этом плане менее склонны пугаться банальности. Наоборот, чересчур экзотичный способ знакомства может испугать представителя сильного пола. Глава пятая. Действуем с умом. Простейшие методы работы с собой и обработки представителей интересующего вас пола с помощью нейролингвистического программирования вы уже узнали. Теперь разберем подробнее способы влияния людей друг на друга. Подключите интеллект и все станет возможным. Гипнотизируем словами. Человек – существо социальное. Нам необходимо общаться с себе подобными. А речь, словесное выражение мыслей – величайший инструмент воздействия. Говорят, что женщины любят ушами. Не только они. Кто не любит продуманных тонких комплиментов? Кто откажется слушать добрые слова? Слова и впрямь обладают поистине магической силой. С их помощью можно добиться интереса к себе, уболтать понравившегося человека на свидание или даже нечто большее. Итак, первый этап процесса соблазнения – это подстройка. Вы о ней уже слышали. Вы копируете позу партнера, его характерные жесты, движение, ритм дыхания, темп речи, тембр голоса. Замечательно работает такой прием. Вставляйте в свою речь слова, характерные для вашего собеседника. Доверие позволяет добиться и обсуждения близкой обоим темы. Когда доверие установилось, можете прибегнуть непосредственно к словесному гипнозу. Начните рассказывать что-нибудь интересное. В свою речь вставляйте гипнотическую фразу, нужную вам. Выделяйте ее в речь – паузами, темпом или громкостью. Например, представляешь, недавно я читала увлекательную книгу. Там такой динамичный сюжет. Мне особенно запомнилась одна фраза. Громче. Мы – половинки одного целого. Возвращаемся к прежнему темпу голоса. И продолжайте рассказ. Тем самым вы впускаете нужное вам убеждение в подсознание собеседника. С помощью якорей вы можете зацепить за себя эмоции партнера. Причем ваши якорения могут звучать совершенно невинно. Например, вспомни обо мне, когда заснешь. Надеюсь, ты также замечательно улыбнешься, когда я позвоню тебе. И так далее. С помощью речевого гипноза можете настроить партнера на эротические фантазии. При встрече рассказывайте что-либо, акцентируясь на тактильные ощущениях и вкусе. Твердо, мягко, о мебели. Нежно, о ткани и прочее. Завершите примерно такой репликой. Мне очень понравилось. Нам надо сходить, сделать. Это вместе. Роскошно действует неожиданный разрыв общения на самом интересном. Вы можете внезапно уйти или прервать разговор, тем самым заставите собеседника постоянно о воздумать. Не слишком сложно и повысить уровень своей привлекательности в глазах партнера. Рассказывайте что-либо об эмоциях, увлеченности, признаках любви и словно бы непроизвольно акцентируйте внимание на себе. Коснитесь своих волос, лица, груди и так далее. Это работает. Вообще в словесном арсенале НЛП практика множество словесных формул, способных оказывать влияние на окружающих. Прибегайте к неопределенным формулировкам. Например, рассказывая что-либо, акцентируйтесь на фразе «все делают это». Разумеется, касательно того, что вам нужно от собеседника. Задействуйте своеобразную причинно-следственную связь. Например, ты видишь меня и можешь концентрироваться на своих чувствах ко мне. Пока ты улыбаешься, ты начинаешь прислушиваться к своим чувствам ко мне. Прекрасно работают и фразы, в которых отсутствует выбор. Например, ты уже понимаешь, что не можешь не позвонить мне. Хорошая иллюзия выбора. Ты хочешь сначала выпить кофе, или мы сразу пойдем ко мне, в кино, ужинать. Слова-шаблоны, затрагивающие эмоциональную сферу, это великолепно. Знаешь, мне все комфортнее, интереснее, приятнее общаться с тобой. Я не знаю, как скоро ты ощутишь, насколько ближе мы стали друг к другу. Подобные эмоциональные цеплялки с легкостью встраиваются в любой рассказ о себе. Знаешь, для меня восприятие живописи – глубочайшее переживание. Когда появляется необычная картина, можно сразу ощутить, как становится прерывистым твое дыхание. Чуть розовеет лицо. Эти ощущения так приятны, и ты говоришь себе, я знаю, что мне будет еще приятнее. Неплохо действует и команда с отрицанием. Мне не нужно, чтобы ты в меня слишком быстро влюбилась. Я не хочу, чтобы ты на мне женился, ведь это совсем не важно, если два человека любят друг друга. Не забывайте и о таком великолепном орудии, как цитаты и метафоры. Последний прокладывает путь прямо в подсознание вашего собеседника. Душевное тепло, особое переживание, нежные чувства. Все это вызывает доверие и нужные вам эмоции. С помощью цитат также можно разрешить себе прикосновения, казалось бы, невинные, но помогающие перейти к чему-то большему. Например, вы рассказываете о своей приятельнице. Моя подруга подошла к этому парню, прикоснулась своей ладошкой, вот так, к его руке и сказала, «Ты пригласишь меня на танец». Я бы никогда на такое не осмелилась. Разумеется, проговаривая, вы касаетесь партнера. Просто не правда ли? И тем не менее, речевой гипноз в технике НЛП – очень действенный прием. Внимание! Внимание! Самое главное при знакомстве, беседе по телефону или встрече – завладеть вниманием собеседника. Всего лишь удерживая внимание привлекательной особы, вы можете рассчитывать на взаимность. Только как это сделать? Например, с помощью ассоциативного мышления. Что это такое? Вы используете замаскированные команды, чтобы настроить партнера на нужную вам волну. Но для начала немного поговорим о желаниях мужчин и женщин. Большинство женщин мечтает об искренних отношениях с умным и привлекательным мужчиной и о красивом сексе. Большинство мужчин практически о том же, только секс обычно стоит на первом месте. Причем у большинства из нас на пути к незамутненному счастью стоят внутренние комплексы. Метод, о котором мы вам расскажем, можно задействовать для обработки любого человека. Вы обходите внутреннее табу и выпускаете наружу потаенные желания понравившейся вам личности. Вот пример монолога с использованием нейролингвистического программирования. Его можно варьировать, менять нужным вам образом. В твоей жизни случалось такое? Встретив девушку, ты думаешь, что было бы интересно познакомиться с ней. Указывайте на себя. Возможно, от этой мысли твое сердце забилось сильнее. Ты испытал желание узнать ее поближе, ведь она такая милая и не похожая ни на кого. Жест в сторону. Интересно, а как все было у тебя? Сначала ты представил, как замечательно с ней будет провести время, и только потом увлекся ею. Или наоборот, сначала она тебе приглянулась, и только потом ты подумал, что здорово было бы с ней, указывайте на себя. Познакомиться поближе? Чего мы добились? Настроили человека на нужную вам волну. Направили ход его мыслей в правильное русло. И дали замаскированную команду находиться в этом настрое. Ваш собеседник, как минимум, воспринял вас как интересного и нестандартного человека. Создание мечты – дело важное. Все мы любим и умеем мечтать. Особенно часто фантазии касаются романтических или сексуальных отношений. Наверное, это естественно. Каждый человек стремится к счастью в личной жизни. Задумайтесь. В наших хрустальных замках предстают определенные образы мужчины или женщины нашей мечты. НЛП предлагает вам использовать эту особенность человеческой психики. Ведь вы можете стать партнером мечты для своего избранника. Женщина, которая восхищается Джонни Деппом, вряд ли откажется от романтического знакомства или легкой интрижки с парнем, напоминающим ее идеал. То же касается и мужчин. Вы можете собирать в копилку понравившиеся вам образы. Увидели удачную мимику, жест, сексуальную походку или красивую игру с волосами – утащите к себе. Каждый из нас носит великое множество масок. Простейший из них – чей-то сын, друг, начальник, возлюбленный, враг. И наши оппоненты по-разному нас воспринимают. Так расширьте спектр своих личин, и вы будете поистине неотразимы. Кстати, примеряя на себя чей-то образ, вы перетягиваете уверенность другого человека, используете его достоинства. Всем этим можно пользоваться. Что же делать, если объект вашего интереса признался в восхищении, например, Деми Мур? Неужели прибегать к пластическим операциям и многотонному гриму? Или срочно изучать характерные жесты этой дамы? Ничего подобного. Вам достаточно подстроиться под идеал партнера. А узнать, кто же на самом деле является этим идеалом, проще простого. Нас привлекают те, кто в чем-то похож на нас. В этом кроется секрет симпатии. Обратите внимание, мы выбираем друзей по наибольшему количеству точек соприкосновения с нашими интересами. А уж симпатия с легкостью может перерасти во взаимное притяжение. Причем вы должны не просто сыграть сходство, а обнаружить его в объекте своих чувств. Вообще для НЛП искренность – основополагающее качество. Говорить комплименты, подстраиваться под поведение собеседника, рассказывать истории – все это вы должны проделывать совершенно искренне. Как минимум, веря самим себе. Простейший прием, особенно при первом знакомстве с человеком, это отзеркаливание, подстройка. Об этом методе мы уже рассказывали. Не забывайте и об эффективности присоединения. В этом случае вы отзеркаливаете мировосприятие – визуальное, аудиальное или кинестетическое. Но не пытайтесь специально понравиться привлекшему вас человеку. Просто сделайте так, чтобы ему было комфортно с вами. Понаблюдайте за развитием ваших отношений и убедитесь, насколько работают методы. Итак, если взаимное притяжение появилось, вы отметите следующие тонкости. Вы во всех смыслах этого слова общаетесь на одном языке. Совпадают даже слова и тон голоса. Сделайте какой-либо жест, не свойственный вам. Если притяжение есть, спустя какое-то время партнер отзеркалит вас, подстраиваясь на подсознательном уровне. Легкий румянец, появившийся на лице собеседника, тоже признак притяжения. Глава шестая. Телефон или свидание. Что выбрать? Пригласить понравившегося человека на свидание сразу или спросить номер телефона? Все зависит от ситуации. Если у вас есть свободное время, можете сразу брать быка за рога. Напряженный рабочий день впереди, обменяйтесь телефонами. Все это совершенно несложно с помощью НЛП. Обменяемся телефонами легко. Убедить собеседника дать вам заветный номерок несложно. А если позвонить правильно, то и до свидания дело дойдет. И сейчас мы с вами научимся таким хитростям в общении. Прежде всего расслабьтесь. Что самое худшее может случиться? Вам не дадут номера телефона. Ничего страшного в этом нет, согласитесь. Подходя к избранному объекту, установите зрительный контакт. Барышни могут пострелять глазками. Будьте уверены, держите объект в зоне своего внимания. Смех помогает в любой ситуации. Скажите что-нибудь забавное. Узнали имя? Задайте человеку несколько вопросов о нем. Пусть собеседник поймет, что вам важны его слова. Сделайте комплимент, главное искренне. Вспомните что-либо из вашей беседы. Людям приятно, когда вы помните их слова. Телефон просите в самый интересный момент беседы. Не дожидайтесь окончания разговора. Или сразу же пригласите на свидание. Главное, дайте понять, что вам понравилось именно общение. Свидание с удовольствием. Итак, вы добились своего. У вас впереди первое свидание с понравившимся вам человеком. Как сделать так, чтобы оно не стало последним? А возможно и переросло в совместное распитие утреннего чая. На самом деле не слишком сложно. Прежде всего, настройтесь на хорошее. Несколько раз до свидания, проделайте следующее упражнение. Вспомните самое замечательное свое свидание или просто любой яркий и позитивный эпизод из своей жизни. Воссоздайте как можно более яркий образ событий и прислушайтесь к физическим ощущениям. Ощутите прежние эмоции. Пусть это чувство станет максимально интенсивным. Теперь представьте, что вы идете на свидание. Включите яркие эмоции, пережитые только что. И начните представлять собственную встречу. Где вы находитесь? О чем общаетесь? Проигрывая сценарий, усиливайте ощущение позитива. А теперь давайте научимся приводить свидание к нужному вам финалу. Начинаем свидание с привычной уже практики. Отзеркаливание и подстройка под ритм дыхания, темп речи. А теперь можем приступить к созданию ощущений. Каким образом? Дело в том, что человек создание интересное. Ощущения, возникающие в собственном теле, мы принимаем за истину. И эти ощущения несложно вызвать словами. Какие ассоциации у вас возникают при слове лимон? Вкус замечательного цитрусового ощутили? А это всего лишь слова. Между прочим, слова – сильнейший инструмент нейролингвистического программирования. Работают они по следующей схеме. Вы проговариваете нужные вам эмоции, они возникают в теле собеседника, ассоциируются с вашей персоной, и цель достигнута. Научитесь говорить красиво, описывать переживания, и даже, возможно, цитировать подходящие отрывки книг. Потренируйтесь перед зеркалом, послушайте себя. Вполне невинно поинтересуйтесь у собеседника. Случалось ли с тобой когда-нибудь, а дальше, продолжение тех ощущений, которые вы хотели бы вызвать. Покачивание на морских волнах, первый поцелуй, лесная прохлада. А можете стать поистине праздником для своего собеседника. Как? Заякорить его на чем-то невинно приятном. Настройтесь на одну волну с партнером. А теперь побеседуйте о праздниках. Спросите, какой у него или у нее любимый праздник был в детстве. А сейчас? Пусть расскажет подробно. Задавайте вопрос. Ваш собеседник должен полностью погрузиться в радостные эмоции прошлого. Когда эмоции на пике, а это заметно по выражению лица, учащенному дыханию, коснитесь запястья объекта. Смените тему разговора. Все. Теперь ваше прикосновение будет возвращать собеседника в состояние радостного возбуждения. Просто, не правда ли? Интригуем. Интриги в межличностных отношениях очень полезны. Особенно на ранней стадии их развития. Ведь если вы правильно себя поведете, ваш партнер станет с нетерпением ждать встречи с вами, мчаться к вам по первому зову и самое главное, о вас думать. Если не собираетесь в первый же вечер продолжить у кого-нибудь дома, заканчивайте свидание на пике. Один из принципов НЛП гласит, незавершенное стремится к своему логическому завершению. К тому же, если у нас что-то отнимают, мы автоматически включаемся в процесс обратного эффекта. Как этими принципами воспользоваться? Например, в Америке продавцы машин нередко действуют следующим образом. Когда авто уже продемонстрировано, контракт составлен, но клиент нерешительно топчется на месте, продавец говорит, наверное, эта машина вам не подходит. Забудем о том, что говорили. И аккуратненько надрывает контракт. Покупатель включается в игру, убеждает продавца, что готов к приобретению. Как быть с любовными взаимоотношениями? Вы задействуете тот же метод. Говорите, что ошибались, думая, что влюблены, но теперь понимаете, что у вас ничего не получится. Сработает обратный эффект. Ваш партнер влюбится в вас. Но не спешите. Применять данный метод стоит, только если вы уже встречались несколько раз или хотя бы неоднократно беседовали по телефону, то есть когда со стороны вашего спутника уже появилась некоторая привязанность. Глава седьмая. Хорошее дело браком не назовут? Отношение к супружескому союзу в нашем мире двоякое. Кто-то утверждает, что брак себя изжил. Кто-то склоняется к свободным взаимоотношениям или легкому, ни к чему не обязывающему флирту. Но есть и те, кто горой стоит за традиционное супружество. Что же делать последним? Мечты сбываются. Большинство девушек мечтает о счастливом браке. Что же делать, если избранник не спешит сказать заветные слова? Аккуратно подтолкнуть его к важному решению с помощью НЛП. Разумеется, мы не даем рекомендации по стремительному выходу замуж за первого встречного. Нет, речь идет о счастливой семейной жизни с мужчиной, связанным с вами взаимными чувствами. И прежде чем переходить к методам воздействия на интересующий пол, давайте разберемся, что для вас счастливый брак. Представьте себе счастливую семейную жизнь. Что это для вас? Какие отношения у вас с супругом? Какие эмоции вы к нему испытываете? Как распределяются семейные обязанности? Что с семейным бюджетом? И так далее. Определите для себя, к какому именно брачному счастью вы стремитесь. Сформулируйте несколько основных качеств будущего счастья. Помните, отрицательные формулировки лучше не использовать. Жизнь без измен и денежных проблем не подходит. Лучше сказать, моя жизнь полна верности и финансового благополучия. Итак, вы определили цель. Теперь давайте подумаем, почему вы до сих пор не замужем? Наиболее распространенные причины мы рассмотрим. Слишком сильное желание выйти замуж. Если удачный брак для вас идея фикс, вы отпугиваете своим маниакальным настроем всех потенциальных супругов. Одержимость прекрасно чувствуется на подсознательном уровне. Если вы просто хотите замуж, вы идете к своей цели совершенно спокойно и уверенно. В ином случае, вы нервничаете, переживаете и паникуете. Возможно, это возникло из-за глубинной неуверенности в себе. Разберитесь с ней. Не слишком искреннее желание. Стремление к браку может быть навязанным извне, сложившимся стереотипом или страхом остаться в одиночестве. Все это самообман. Осознайте, действительно ли вы желаете выйти замуж. Если нет, возможно, вы просто пока не готовы к браку. Оставьте чужие цели. Еще одна распространенная причина это негативные программы и страхи. Возможно, у вас сложился не вполне привлекательный образ замужества. Воспитывайте уверенность в себе. Как это сделать, мы с вами уже обсуждали. А теперь перейдем к важнейшему вопросу. Как же подтолкнуть своего мужчину к важным словам? Прекрасный метод НЛП относится к разряду очень древних. Это своего рода цыганский гипноз или метод трех «да». Задайте три вопроса, на которые ваш молодой человек ответит утвердительно. Лучше, если первые три вопроса будут касаться положения в пространстве или ощущений. Например, ты сейчас сидишь на диване, ты смотришь на меня, ты чувствуешь вкус кофе на языке. И четвертый, ты хочешь жениться на мне. Скорее всего, ответ будет утвердительным. Почему? Просто подсознание последний вопрос расценит как команду к действию. У меня нет жены. Молодые люди порой тоже стремятся к стабильным отношениям. Как понять, что избранница готова к супружеской жизни? Как склонить ее к столь ответственному шагу? Как побороть свою робость и страх перед отказом? На самом деле, главное для вас определиться с ценностями. Действительно ли вы хотите жениться? Каким вы видите свой брак? Чего вы ожидаете от будущей супруги? Искренне ли ваше желание взять на себя ответственность за женщину и вполне возможно будущих детей? Ответьте для себя на эти вопросы совершенно честно. После чего ваше решение выкристаллизуется, а страхи исчезнут сами собой. Вы боитесь, что вам ответят отказом? Попробуйте задавать своей избраннице вопросы о будущем. Как она видит свою жизнь через год, два, пять лет? Что она намерена делать, чего добиться? и девушка все вам расскажет. Вы поймете по ее словам, видит ли она вас рядом с собой и в каком качестве. Если же вы решили сделать ей предложение, не забывайте о подстройке и отзеркаливании. Есть ли жизнь после свадьбы? Жизнь после свадьбы, разумеется, не заканчивается. Только вот молодоженов ожидает трудность притирки. Только представьте себе, вы долгое время были самостоятельной единицей, теперь вы не в одиночестве. Впрочем, справиться с этими проблемами не так уж сложно. Прежде всего, помните основополагающий принцип совместной жизни. Слушайте своего партнера. Если его или ее желания для вас ценны, все будет замечательно. В остальном же привлекайте на помощь уже известные вам методы НЛП. Началась ссора? Не кричите в ответ, понести тон голоса, говорите спокойно и уверенно. Первые трудности на жизненном пути? Вы можете прибегнуть к интересному подходу. Не концентрируйтесь на проблемах, мысленно перенеситесь в будущее. Представьте себе, какой замечательной станет ваша жизнь, когда решатся сложности. Подумайте о конечном результате. При этом подключите к работе все каналы восприятия. Скажите себе, как замечательно будет, когда трудность разрешится. Представьте результат, который хотите. Почувствуйте радость и восторг от великолепного финала сложной и на первый взгляд неразрешимой ситуации. Пусть радость и удовольствия преобразуется в желание действовать. Вы удивитесь, но такой простой метод прекрасно себя зарекомендовал. Два-три раза проделайте описанное выше упражнение и решение проблемы может прийти само по себе. Глава девятая. Прошла любовь, завели помидоры. Любовь прекрасное чувство, наполняющее нашу жизнь смыслом, но далеко не всегда эта эмоция существует длительное время. Что же делать, если вы или вас разлюбили? Разумеется, не опускать руки. Расставаться всегда тяжело. Вы расстались, такое тоже случается. Давайте разберемся, в чем причины. Стоит ли возвращать отношения или лучше от них отказаться. Начнем с того, что склеить разбитую чашку можно, но пить из нее уже не получится. Если вы расстались с человеком, скорее всего, отношения просто изжили себя. Стремиться к возврату отношений, пожалуй, не стоит. Можем вам посоветовать, поговорите с бывшим партнером спустя месяц, когда эмоции поутихнут. Возможно, в открытой беседе выяснятся подводные камни разрыва, и вы решите совершить еще одну попытку, а возможно и нет. А что делать, если расставание далось очень тяжело? Вы вспоминаете бывшего возлюбленного или возлюбленную с болью, гневом и обидой? Вы помните, что вам нанесли глубочайшую сердечную рану? Радостные моменты остались в бесконечном далеком прошлом, а в настоящем же сгусток неприятных эмоций? Из такой ситуации следует выбираться, ведь негативные эмоции мешают нам наслаждаться жизнью, лишают оптимизма и возможности любить вновь. Хуже того, страдая, вы программируете самих себя на будущие неудачи в личной жизни. Избавляйтесь от неприятных воспоминаний, оставляйте только хорошие. Помните, каждый человек появился в нашей жизни не просто так, и эти отношения были необходимы для вашего духовного роста. Как же избавиться отрицательных мыслей? Представьте, что определенная часть воспоминаний просто стирается из вашего мозга. А можно действовать и не столь радикальным методом. Переведите воспоминания из негативного русла в безболезненно нейтральное или даже забавное. Подумайте о ситуации, которая мешает вам жить. Представьте ее. А теперь подключите воображение. Партнер говорит вам обидные вещи. Пусть у вашей фантазии все эти гадости он произнесет смешным голосом мультяшного персонажа. Сцены измены, пусть разлучник или разлучница превратятся, например, в бабуина с накрашенными губами или в терминатора из знаменитого боевика. Все зависит от вашей фантазии. И не удивляйтесь, если вы правильно и, главное, эмоционально проделаете это упражнение несколько раз, очень скоро от травмирующих впечатлений не останется и следа. Вы сохраните полученный опыт, но избавитесь от страданий. Великолепно, не правда ли? Что мешает вам любить? Если несчастная любовь стала вашим диагнозом, возможно, вы сами себе мешаете. Стоит разобраться в этом вопросе и изменить ситуацию к лучшему. Займитесь самоанализом, задайте себе несколько вопросов. Они могут быть следующими. Зачем вам нужна эта ситуация? Что полезного вы получили от этих событий? Какой положительный опыт у вас появился? Как вы можете изменить эти события, чтобы они принесли вам пользу? Какие в вашем положении преимущества? Например, у вас несчастная любовь, одна за одной. Прежде всего, поймите себя. Возможно, вы слишком хотите замуж или вообще не стремитесь к браку? Об этом мы уже говорили. А может быть, выбираете мужчин или женщин, не подходящих вам по каким-либо параметрам? Попробуйте для следующей попытки избрать другой тип возлюбленного. Зато теперь вы знаете, как ведут себя люди в самых разных ситуациях, возникающих в процессе отношений. Начинайте лучше понимать свои собственные цели и устремления. Как вы можете изменить события? Пробуйте новые методы НЛП. Работайте над собой, выбирайте партнеров более обдуманно, найдите хобби, расширьте спектр своих интересов, общайтесь с людьми, не ставя перед собой цели отправиться в ЗАГС или в постель. Преимущество? Свобода, возможность заниматься саморазвитием, отдавать свое время увлечениям, друзьям и родным. Приучите себя все сложные ситуации рассматривать по такому плану. Вы увидите, как много возможностей в, казалось бы, драматичном событии скрывается. Более того, ваше восприятие мира изменится в лучшую сторону. Проблема само по себе слово тяжелое и какое-то безвыходное. Задачей же называется то, что имеет решение. Главное увидеть его. Обязательно избавьтесь от обид и страданий, а не мешает вам двигаться дальше, жить полной жизнью и получать удовольствие от пребывания в этом мире. Возможно, вы даже пока не способны осознать, насколько тяжел этот груз. Хотите изменить жизнь к лучшему? Оказаться в мире полном любви и счастья? Очистите свои ум и сердце от негатива. К несчастью, многие из нас склонны скапливать конфликты, драмы и обиды в памяти. Словно именно эти гадости делают нашу жизнь полнее. На самом же деле мы мешаем самим себе, подспудно разрушая собственную личность. Согласитесь, каким-нибудь Маше или Пете совершенно без разницы, простили вы его за сокрушительную битву в песочнице детского сада или все еще таете обиду. Вам же становится тяжело. Эзотерики, да и современные психологи утверждают, обидам свойственно пожирать жизненную энергию. Нередко чувствуете усталость и опустошенность. Разучились радоваться простейшим подарком бытия. Избавьтесь от лишнего груза. Теперь давайте оставим обиды в прошлом. Прежде всего, составьте список тех, кто вас обижал и обижает. Это могут быть и давно забытые враги, и ваши близкие, и друзья. Ведь чем ближе к нам человек, тем болезненнее раны от его неосторожных слов или легкомысленных поступков. Шрамы от этих ран остаются надолго. Они закладываются в подсознании и отрицательно влияют на нас и наши отношения с миром. В общем, выпишите на листок всех, кого сможете вспомнить. Напротив имен пометьте, что сделали вам эти люди. Можете выписать свои претензии, все, что думаете, но по каким-то причинам не можете высказать в лицо обидчику. Выпустите пар. Не обязательно ограничиваться одним сеансом. Растяните удовольствие на несколько дней, причем все свои обиды выписывайте, подключая эмоции, по возможности переживая их снова. К концу очередного сеанса вы должны испытывать усталость. Знаете, так бывает, если злиться или истерить уже надоело. Список готов? Можем приступить к следующему этапу. Помните, мир склонен отзеркаливать нас самих, наши нереализованные таланты или отрицаемые качества. Проанализируйте свои эмоции по отношению к обидчикам. Что вас в них, в их поступках особенно раздражает? Возможно, вы отрицаете те или иные черты в самих себе? Запишите свои выводы. И, наконец, простите обидчика и самих себя. Можете сделать это письменно или устно. Формула прощения приблизительно следующая. Я прощаю обидчика имя и отпускаю все обиды. Я принимаю его таким, какой он есть. Я благодарю его за то, что показал мне мои недостатки и помог избавиться от них. Я принимаю себя таким, каким являюсь. Я прощаю себе все обиды. Запомните, а лучше заучите эту удивительную формулу. Она поможет вам не скапливать очередные горести и обиды, а сразу мысленно прощать человека и избавляться от кирпичиков негатива на ваших плечах. Хочу полюблю, хочу разлюблю. Любовь это замечательное чувство, но бывает и такое, что ваши эмоции не находят отклика. Неразделенная любовь чувство мучительное. Конечно, не слишком страшно, если вы не вступали в близкие отношения с человеком и ограничились мечтами. Такая романтическая влюбленность без взаимности порой толкает к самосовершенствованию, подвигам и успехам. Гораздо хуже, если вы почувствовали вкус счастья, пожили вместе какое-то время. Но партнер почему-то охладил к вам. Этот опыт можно назвать более чем болезненным. Впрочем, вы можете не отдаваться на волю мучительным переживаниям. Подключите нейролингвистическое программирование и разлюбите партнера. Основатели НЛП пришли к очень важному для наших целей выводу. Как только чаша нашего терпения переполнена, любовь безболезненно проходит. Нечто, совершенное бывшим возлюбленным, становится последней каплей и чувства исчезают. Но в реальности наше терпение порой кажется беспредельным. И ждать эффективной капли со стороны партнера можно очень долго. Это совершенно не облегчает состояние покинутого влюбленного. А значит, нам нужно взять свое эмоциональное состояние под контроль. Давайте научимся программировать свой мозг на включение равнодушия. Итак, подумайте о человеке, которого хотите разлюбить. Прокрутите в сознании фильм обо всем хорошем, добром и нежном, что между вами было. Посмотрите на себя со стороны. А теперь запустите обратную перемотку в начало фильма. В конце этого этапа зафиксируйте воображение картинку и удалите от себя. Пусть она станет статичной, черно-белой, маленькой. Таким же образом срежиссируйте воображение фильм обо всем плохом, что происходило между вами. В подробностях воспроизведите все отрицательные черты характера, промахи, слабости и подлости партнера. Прочувствуйте свои прежние эмоции. Замкните ленту в кольцо. Прокручивайте все отрицательные воспоминания до тех пор, пока не надоест. Теперь представьте себе что-либо, что вызывает у вас искреннее отвращение. Рыбий жир, тухлые яйца, стая тараканов. Чем противнее будет картинка, тем лучше. Какой вам видится гадкая иллюстрация? Она объемная или плоская? Яркая или блеклая? Большая? Маленькая? Теперь все эти характеристики нацепите на образ своего партнера. Задержите изображение в сознании на некоторое время. И наконец представьте, как прекрасно ваше будущее без этого человека. Вы буквально изгнали из своей жизни кучу мадагаскарских тараканов. Представьте, что вы счастливы. Повторяйте это упражнение несколько раз и вы заметите. С каждым прогоном образ бывшего партнера становится все более тусклым, а ваши эмоции постепенно сходят на нет. Заключение Итак, теперь вы научились флиртовать, получать удовольствие от процесса обольщения и общения с объектами своего романтического интереса. Удивительное состояние понимать, что вы властны над собственной жизнью, не правда ли? Вы способны применять самые разные техники нейролингвистического программирования в повседневной жизни. Согласитесь, понимать, что вы всемогущие на редкость приятно. Перед вами раскрылся удивительный мир НЛП. Словесный гипноз, методы подстройки и отзеркаливания помогут вам не только в любви, но и практически в любой сфере жизни. Главное, отработайте их максимально эффективно, сделайте частью себя. Тренируйтесь и успех у людей интересующего вас пола или у единственного избранника избранницы вам обеспечен. Только не забывайте о правилах безопасности. Не стоит применять методы НЛП в нечестных целях. Взаимной любви вам и счастья. Дорогой слушатель, надеюсь, вам понравилась книга. Напишите в комментариях, какие еще книги вы хотели бы услышать. Поделитесь с друзьями и родными и, конечно же, подпишитесь на наш канал, если еще не сделали этого, чтобы не пропустить новинки. Желаем вам всего наилучшего и надеемся, что наши книги изменят вашу жизнь в лучшую сторону. новинок. Редактор субтитров